всем привет меня зовут алина я рада приветствовать вас на своем канале прошлом видео мы делали с вами распаковку с сайтом массу ролаков там у нас был находилась балетная коллекция но не полностью я вам пообещала снять видео где я соединю всю срок балетную коллекцию и вам покажу но вы сейчас смотрите перед вами большое количество лаков и наверное вы думаете неужели это вся и есть балетная коллекция нет успокойтесь это не вся точнее это не только балетная коллекция тут я подобрала все лайки которые у меня есть очень похожие на лаки из балетной коллекции для того чтобы нам с вами сравнить и было интересно понять если похожи у нас с вами может быть кто как я коллекционируют лаки массу и может понять если похожи у нас коллекции на балетную коллекцию поэтому перед вами вы наблюдаете вот такую большую кучку лаков как вы видите я подобрала лайки по оттенкам ну что интересно вот один лак отдельно находящийся это лак чайковский из балетной коллекции он у меня единственный зеленый если вы посмотрите другие у нас совсем другого оттенка своей коллекции ничего подобного на этот лак очень красивый оттенок я не нашла ну именно из коллекции массу другими брендами не сравнивала ну принципе тоже думаю что такого голографического наполнения он будет единственный такой интересный лак здесь представлена много и стареньких и старых коллекции из новых коллекций разные здесь были коллекции видео получается по количеству лаков будет длинная поэтому я думаю что мы его разделим на две части так и назовем балетная коллекция часть 1 балетная коллекция часть 2 1 наверное мы сначала выкрасим будут пусть у нас тепленькие оттенки и нюдовые розовенькие бежевенькие далее мы выкрасим тоже нюдики но более серенького оттенка и фиолетового здесь у нас дополнение уже есть балетную коллекцию обновляли и если посмотреть то у нас тут есть как раз карто балет и пируэт это уже два новеньких добавленных балетной коллекции вот и полностью вся остальная балетная коллекция не хватает только одного лака мне как-то его не захотелось поэтому не это так полностью все поэтому если вам интересно то оставайтесь со мной давайте начинать выкрашивать и еще раз будет первая и вторая часть ну что поехали так ну вот теперь сделала поближе перед вами это у нас розоватенькие лаки получается я даже их поделила на зоны 3 лака отдельно будет у нас и 4 лака получается тоже один вот лак коллекции балет называется болеро к нему по оттенку если вы так понаблюдаете очень очень похожи подходят два лаком это самый лучший день ты не забудешь это поцелуй и болеро вот они 3 лаком конечно увы леру новой коль вообще у всей коллекции балетом очень шикарная яркая голография этим они сразу выделяются среди этих трех лак вот видите даже видно хоть и голографии есть у всех но здесь она прям я для тех кто ищет себе яркую то пожалуйста вот она если вот так посмотреть в наклоне то видно что болеро более такой ярко-розовый эти же уже более спокойные пастельные оттенки здесь четыре лака и я их рядом положила здесь у нас будут пуанты из коллекции балет повторюсь тоже яркой голографии снимал рядом теплые объятия пуанты и когда ангелы прилетают близко у меня тут двое ангелов и что интересно они совершенно разные вот ангелы прилетают близко пятнадцатого года выпуска и ангелы прилетают близко восемнадцатого года они совершенно разные которые были первые голография прям шикарная посмотрите и последняя следующая коллекция была вообще вот разный лак голография уже не такая яркая вот видите более спокойной и вот этот я просто буду показывать для сравнения потому что может быть у кого-то именно когда ангелы прилетают близко вот такой голографический он не сильно к ним подходит из-за своей яркой голографии но и по оттенку он более серневатый вот это же ангелы прилетают очень похоже на пуанты и теплые объятия пуанты голография яркая но крупная если сравнивать с вот этим с этими ангелами по оттенку они очень похожи давайте давайте их выкрасим на тексту чтобы сравнить первые ты не забудешь этот поцелуй кисточка у этого лака еще тонкая у новых лаков уже вышла она крупненькая кругленькая скругленном к они при концу вижу маленькая тоненькая прекрасный нюх следующий самый лучший день есть как вы уже наблюдаете как раз новое сразу ложится красить и намного удобнее и больше лака берется на кисть очень здорово что они обновили кисточки и наш новый лак из балетной коллекции были я бы сказала он по плотнее предыдущих более пигментированный более насыщенный сразу выделяется в сравнении на в один слой ярко выделяется но получается такие у нас три лака в один слой болеро получается более плотный более насыщенный посмотрим как будет в два слоя выглядеть так следующий выкрасим теплое объятия более такой уже бежевый следующий лак наш из коллекции пуанты то есть из балетной коллекции по базе они кажутся похожими но за счет голографии этот выглядит немножко по-другому как вы видите здесь я разделила на два я хочу чтобы рядом они были выкрашу от два ангела это ангел который по новее который больше подходит под наши лаки и это который более голографический тоже подходит но голографик ну что интересно ладок плотнее здесь видно что голография ярче здесь спокойнее вот все наши лаки вместе в один слой вот эти больше похоже выглядят в один слой ну нужно смотреть в два вот видите здесь голография прям раскрылась у ангелов здесь же спокойнее так как чайковский похожего я не нашла давайте выкрасим сейчас чайковский из коллекции балетной вот такой нежный он в один слой очень красивый лак спокойный следующую тройку которую я хочу выкрасить это эскарте лак из коллекции балетной и два которые я подобрала более похожих желание исполняются и нюдовый фейерверк они очень близки даже казалось бы братья-близнецы первые с карте следующие с маленькой кисточкой желание исполняются конечно эти кисточки продают бренд отдельно уже можно приобретать их менять ну я пока не задалась этим делом решила у меня и так хватает большого количества лаков если мы будем так все менять кисточки то у меня их не хватит нюдовый фейерверк следующий если сейчас посмотрим то эскарте выглядит более светленьким а нюдовый фейерверк желание исполняются близкие но у желания исполняются более крупные голографические частички следующая тройка которая у меня будет это овации из коллекции балета там волшебный чертополох вообще старенький достаточно лак еще с семнадцатого года и пряничный домик приобретен недавно овации здесь конечно совсем другого наполнения у них уже слюда и что-то серое присутствует эти же более теплые но мне захотелось все равно их сравнить посмотрим как они будут выглядеть у волшебного чертополоха еще розовый шиммер с голографией но он не очень заметен на ногтях я его уже красила не так видно пряничный домик волшебный чертополох с тоненькой кисточкой потому что из стареньких он волшебный чертополох с тоненькой кисточкой но он очень хорошо не засох не поменял оттенок и последний наш овации сегодняшний вот наши лаки теперь рядом с флакончиками конечно видим более овации серии такой какой-то бежевее даже не знаю правильно сказать пряничный более пряный цвет какой-то приобретает коричневатый ну и более бежевый у нас волшебный чертополох последние два которые хочу показать в этой цветовой категории мамонтенок и фунтик это два лака из одной коллекции были вышли в 22 году в мае очень интересные лаки тоже крупная голография я бы сказала они очень похожи на коллекцию балета поэтому я хочу их тоже выкрасить чтобы сравнить с балетной коллекцией первый у нас мамонтенок и фунтик в фунтике уже присутствует розовый оттенок бежевый с розовым в мантенке более желтоватый такой оттенок вот два лака в один слой можно их я считаю прекрасно наносить и в один слой если кому нравится чтобы было очень нежно и воздушно и не боится показывать свой свободный край ноготкам очень симпатичные лаки давайте теперь добавим по второму слою наших лаков ты не забудешь этот поцелуй первый у нас и шел красивый оттенок следующий самый лучший день все таки вот как начинаю красить новой кисточкой прям очень здорово прям мне нравится она хорошо захватывает и типс ну и ноготки тоже хорошо смотрится ну и последний это у нас болерои повторюсь из коллекции балета что могу сказать сразу бросается в глаза что они все таки совсем разные не похожи друг на друга выглядят они так же как во фоконе соответствуют фокону ну вот у меня получилось два плотных слоя ну и поближе покажу вам ты не забудешь этот поцелуй самый лучший день у него не сильно выражена голография и ярко выражена голография у болероя сразу видно вот так они выглядят с кожей очень красивые нежные лаки более похожи если говорить то вот эти два они больше похожи все таки болероя совсем другой следующая наша четверка будем выкрашивать вот эти первые у нас теплые объятия чуть позже вам приложу еще другие типсы ну то есть вот первые да которые мы выкрасили с этими сравняем следующие пуанты из коллекции которые мы сегодня рассматриваем балетная она у нас как главная идет с ней мы идем сравнение видео когда ангелы пролетают близко мы видим на тему не менее голографический и более голографический выглядят они по оттенку похоже ангелы но все-таки отличие у них на самом деле в голографии по цвету флаконов тоже лайки получились одинаковые выглядят не отличаются от флакончиков а друг с другом теплые объятия не мне тоже не знаю мне кажется они достаточно похожи на пуанты база думаю у них одинаковые на а вот когда ангелы прилетают близко тоже очень похожи но розовее все-таки стали теплые объятия очень нежный спокойный лак они удовы и такой с каплей розового пуанты получаются уже как я и говорил вся коллекция более выраженная голография красивый ну то не близкие очень какой вам нравится больше я не знаю мне нравится оба когда не хочется сильно блеска до спокойнее ту я выбрал вот этот когда хочется яркости то этот покажу вам сразу три розовых и сразу мы замечаем что вот это первое которое первому выкрашивали с болеро они более розовые эти же получаются как-то в сиреневу бежеватый уходит цвет сиреневатый бежеватый оттенок вот если смотреть то вот эти два как раз у нас пуанты и болерон красивый готов на чайковский зеленый в принципе у меня получаются все хорошо укладываются в два слоя но если кто любит более тоненькие слои то может понадобиться и третий слой этим лаком но у меня они хорошо ложатся на камеру он получается у вас ярче зеленее на самом деле он более серенький немножечко камера все таки обманывает как-то голубая нотка здесь присутствует нам бы и убрать и немножко желтого добавить ну так очень красиво следующая тройку которую мы красили это у нас уже с эскарте эскарте красивый нюд желаю не исполняются и последний нюдовый фейерверк они тоже соответствуют флаконам ну то есть бывает да почему я это сравниваю потому что бывает смотришь и как бы лак все-таки отличается не похож то что мы видим это то есть надо добавлять слои слои чтобы что-то похожее получилось поэтому я так если что говорю что я вижу я вижу то есть карте очень приятный нюд с розовинкой такой симпатичный он как раз из коллекции балета спокойный не у него не ярко выраженная голографии же здесь уже желание исполняются более выраженная голография и он уже более теплый такой бежевый теплый оттенок нету розового вообще оттенка и нюдовый фейерверк он уже более такой с коричневой ноткой тоже одинаковые вот они из одной коллекции даже по номерам видно у них одинаковая голография друг с другом они конечно тоже отличаются но очень близки вот если по цвету кожи приятные такие оттенки красивые лаки следующая тройка которую мы выкрашивали тоже с овациями тоже из балета пряничный домик мяч дождя и к мяч овации очень много слюды красивый ему точно будет достаточно двух слоев вот так они у нас выглядят красивые лаки конечно они все достаточно разные пряничный домик с волшебным чертополухом более похожи друг на друга но опять же отличаются так как в волшебном чертополухе находится розовый шиммер он получается розовее пряничный домик такой коричневатый розоватый оттенок имеет с капелькой розовым очень интересный оттенок полох у нас потайная очень скрытая потайная голография такой более спокойный лак но не менее красивый и овации очень красивые слюда хорошо видны вот с кожей можно посмотреть как выглядит вот такие у нас с вами лаки следующий идет мамонтенок как вы уже поняли название мамонтенок и фунтик это у нас была коллекция сказочных героев героев мультиков или сказок это у нас фунтик ну мамонтенок и фунтик уже друг от друга хорошо отличаются как я уже говорила мамонтенки больше такого чего-то рыженького а фунтик уже капелька розового вот сочетание с кожей красивые лаки а вот покажу сразу три бежевых типсы которые у нас получились вот на фоне руки можете смотреть номера если вам какие-то интересные приглядываются лаки очень интересные красивые я довольна что они у меня все есть какой-то один я для себя выбрать не могу мне нравятся все ну вот собственно и все лаки которые мы сегодня с вами выкрасили из коллекции балетной в теплых оттенках и какие вот к ним подобрали похожие я подобрала лаки как я уже сказала сиреневые и такие сероватые тоже из этой коллекции и с ними более подходящие будут части 2 этого видео так что оставайтесь со мной и смотрите если вам интересно можете нажать на колокольчик чтобы не пропустить новые видео если вам понравилось видео поставьте лайк подписывайтесь если еще этого не сделали заглядывайте мой телеграм инстаграм канал там можете увидеть уже некоторые маникюры с этими лаками на моих ноготках ну и вообще свочей и с дизайнами там больше я не все украшиваю и показываю на канале ютуба напишите мне какую бы вы хотели себе приобрести а может быть какой-то вам не понравился из этих лаков ну а на сегодня я с вами прощаюсь до новых встреч и всего вам доброго пока-пока пока-пока